Этот ролик создан в сотрудничестве и при поддержке канала Alex Ferrarist. Обзоры стендовых моделей, процесс их сборки, интервью с интересными людьми, гайды по играм и конечно же конкурсы. И все эти вкусности на канале Алекса Ferrarista. Подписывайтесь друзья. Всем друзьям большой привет. Сегодня начинаю стройку новой диорамы. Начинаю с этой модели, вернее с обзора этой модели. Стройка покраска будет чуть позже. Диорама будет на тему тридцать седьмой год, репрессии, арест и тому подобное. То есть автомобиль ГАЗ М1 как никакой другой сюда более всего подходит. Он как бы назывался Черный Воронок. Машина НКВД одна из тех машин, которые были на службе у НКВД. Поэтому я думаю, что будет довольно таки неплохо. Значит, хочу сразу сказать, я немного поменяю тактику стройки с этой диорамы. Если вы помните, раньше у меня были сразу обзоры всех коробок, а потом я в каком угодно порядке, как не хотелось, собирал, там бросал, начинал другое. Например, бросал модель, начинал фигурки и в конце концов это так вот оно в кучку все слеплялось. Теперь хочу попробовать немного другой формат. Обзор модели и полностью ее стройка, сборка, покраска. Обзор следующей коробки. Стройка, сборка, покраска. И так вот в конце концов, как пазл, у нас в конце концов диорамка соберется. Вот. Непосредственно, что касаемо этого автомобиля, сразу хочу поблагодарить Алексея с канала Alex Ferrarist. Благодаря ему появилась у меня эта модель. Хотя давно я на нее заглядывался. Дело в том, что такой модели, ГАЗ-М1, нет. То есть даже в 35-м масштабе ни один производитель я, по крайней мере, не нашел. Видел в 48-м, в 35-м масштабе аналогов этой модели как бы нет. Да не гони мне, Сеня, не гони. Тут уголовный розыск, а не баня. Ни манеголых, ни дурных. Поэтому модель довольно-таки свежая. выпущена в этом году звездой. Давайте ближе к телу, да, как говорится, посмотрим. Итак, масштаб 1.35, звезда, это я уже сказал. Значит, номер 3634, если кому-то интересно. Хотя, честно говоря, я не знаю, кому это может быть интересно. Вот здесь у нас много информации как бы полезной. То есть, мы здесь имеем, во-первых, рекомендации опять никому не интересны. Вот краски, которые будут использоваться. Предлагают всего 8 цветов. А также интересно, да, что размер машины получаем, получен у нас будет 13 сантиметров. И количество деталей всего 182. То есть, на детализацию не особо богато. Затуре на июль 2015-го. Свеженький наборчик, да. Ну, здесь у нас все то же самое. И с этой стороны у нас идет реклама. Катюша, полуторка. Кстати, маутер еще один. Но это я собирал трехтоник. Это, я так понимаю, четыре с половиной тонны. Потяжелее грузовик. И экипаж мотоцикла с коляской. Такая вот небольшая рекламка. Все, давайте смотреть, что внутри. Да, вот там такие есть, на что взглянуть. Коробка здесь стандартная, как для звезды. Внешняя, цветная, красивая. И внутренняя вот такая вот, можно сказать, формированная что ли. То есть, та более хлипкая, это уже такая более... Вот мы открываем. Да, оно было упаковано в пакетик. То есть, вы сами понимаете, что я уже смотрел. И давайте, по сути, начнем с инструкции. Значит, инструкция, ребята. Ну, скажу вам правду. Инструкцию я уже посмотрел. И пришел к такому выводу, что разрабатывала инструкцию блондинка. Да, девочка блондинка. Почему? Не хочу обидеть сразу. Не хочу блондинка обижать. Но логики, логики просто в ней нет вообще. Давайте по порядку. Значит, да, на первой страничке у нас сама машина. Печать, да, покупщик номер три. Кстати, ему отдельное спасибо. Позже я объясню, почему. Небольшая, буквально четыре строчки, историческая справка. Но, честно говоря, автомобиль заслуживает намного больше, чем четыре строчки. Ну, в двух словах, значит, что здесь. Одним из символов эпохи 30-40-х годов. Вот сами пишут символ эпохи и всего четыре строки. Было распространено среди командования в Красной Армии. Ладно, поехали. И вот, что мы видим. Здесь, кстати, сделано вот таким вот. Вот такой вот простыней. Абсолютно неудобно. По крайней мере, мне не нравится. Я привык уже к книжечкам. Это так, оно получается такая. Ну, дети трех лет, они такие раскудушечки любят. У них книжечки такие раскудушки. Я нам такое предлагаю. Итак, поехали. Первая страница. Мы имеем схема ледников, декалей и стекляшек. Значит, мне о каком фотоотравлении речь не идет вообще. Что, естественно, обидно, но что в то же время и предсказуемо. Ну, поехали смотреть инструкцию. Значит, если вы помните, да, ну, например, там взять тот же ICM, да, он начинает с двигателя и потом пошла рама, там, кабина, кузов. Как-то по порядку. Здесь мы начинаем собирать, я так понял, сразу ходовую, рессоры, там, то есть сюда. Прикрепляем ее к нижней части машины, то есть собираем, как бы говоря, раму, основание, да. Собирали, 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 дошли до четвертого этапа и решили, что все достаточно нам собирать. Давайте собирать кузов. автомобиля. При чем еще? Обратите внимание, да. Этап номер четыре, он даже так выделен красиво. Этап номер четыре, дальше это пять, а вот как бы 4А, 4Б, 4С, то есть как бы и этап, но уже совсем и не этап. То есть, что в первую очередь? Ничего нельзя сделать, ну, как бы, да, по-человечески. Четыре, пять, шесть, погнали. Не надо вот таким вот через заднее место. Ну, ничего, да, ладно. То есть, собираем мы сидушку, потом сразу начали передок собирать, сидушки туда-сюда, потом наш производитель говорит, нет, давайте теперь начнем собирать двигатель. Начали собирать двигатель, двигатель, двигатель. Нет, еще надо крышу собрать успеть. И давно мы не собирали ходовой опять, опять переворачиваем, опять начинаем собирать ходовой. Едем дальше. Опять собираем ходовой. Вот почему вот нельзя сразу все это собрать на том же первом этапе, когда вы делали. Что ты не истерику настеришь? Ты посмотри вокруг и трезво содрогнись. А вот самое интересное, что в этой модели присутствует. Самое-самое интересное. Кстати, перед тем, как к этому интересному, я вам не показал, я вам не показал заднюю коробку, а вот именно начиная от нее, переходя к вот этому этапу, который я сейчас начал показывать, самое интересное начинается. Значит, задняя половина у нас есть 3d модели, да, собранного автомобиля. Вопросов нет, все красиво, да. Хотя, хотя, вот обратите внимание, например, вот сюда, то есть стекла, да, при открытых дверях, но стекла совсем не Камильфо. То есть здесь надо будет что-то с ними делать, как-то подкрашивать, закрашивать. Он явно, явно выделяется, как бы так не должно быть. Какой-то двигатель, да, у нас видно, какая-то детализация есть. И вот к чему я подвожу. Есть два варианта. Первый вариант с закрытым капотом. Второй вариант с открытым капотом. Класс. Вопросов нет. То есть это идея на 5 баллов. То есть мы просто молодцы. То есть дают нам право выбора. А теперь, как она реализована. Гляньте. То есть они нам предлагают, да, или закрывать капот, да, или же его гнуть, согнуть эту деталь, и тогда она будет вот таким вот образом полусогнутая. То есть, если я, например, захотел ее полусогнутой, согнул, и мне что-то не понравилось, то уже отогнуть, наверное, она разломится напополам. Что-то у меня такая чуйка. Вопрос. Имея 182 детали, чего нельзя сделать 184 и отлить два варианта. Закрытый корпус и открытый. Зачем нам вот это гнуть? С какой силой мне надо гнуть? Не сохнется ли она так, что это разломится напополам? Кто ответит на эти вопросы? Не строим Николай Руцелкин. Конечно, очень интересно и очень непонятно. Женская логика здесь прослеживается на все 100%. Ну, а дальше, в принципе, уже конец. Тут у нас еще можно колпаки, можем добавлять, не добавлять. Задние эти, как они называются, запасное колесо. Кстати, вот тоже вот интересная деталь. Здесь два варианта окраски, мы к нему еще перейдем. Один военный, другой гражданский. Так вот, на военном задних номеров у нас нет. Мы убираем эту детальку. А для гражданского оставляем. Ну и последняя страница. Это у нас варианты окраски и нанесения декалей. Вот эта верхняя такая черная, это черная. А нижняя серая, это на самом деле синяя. Чтобы вы понимали. В принципе, все звезда расписала, что каким цветом красить, какую декальку дали пить. То есть, за это мы говорим спасибо и благодарим. Но, конечно, инструкция не то, что я хотел бы видеть. Но, как говорится, что есть, то есть. Давайте теперь перейдем непосредственно на клетника. Вот первый большой литник. Содержит здесь кучу мелких деталей. Содержит у нас здесь двери. Капот, да, как я говорил. Вот этот, да. Капот, который нам предлагают сгибать. Ну, спрашивается, ну, неужели нельзя было сделать эти еще две детали и его делать в открытом виде. Хотя, уже как бы не по теме, а вообще, качество литья, да? Качество литья. Ну, что, пресс-форма свежая, новая. Облоя я не вижу по определению. Нету здесь облоя. Верю. Вот теперь верю. Облоя нет. Следов от толкателей явных таких, чтобы на видимой части. На внутренних частях, конечно, есть, а на видимой, ну, то есть продумано. Значит, есть у нас достаточное количество тонких деталей такого плана, которое я, вот такого плана, которое я просто ненавижу отделять. Вот здесь тоже. Которым для отделения требуется, требуется особое внимание. Ну, а так, так вроде приятное. Приятный на ощупь пластик. Еще одна деталь. У меня, я говорю, литник. Здесь у нас уже идет крыша, да, сиденья, боковинки. То есть, по сути, корпус автомобиля вместе с днищем. Да, это у нас прессоры, по идее. Тоже какие-то ручечки, заклепочки. Запасное колесо. Опять-таки, опять-таки, не вижу я облоя, но вот, значит, вот эта часть, где крыша у нас, да, вот-вот-вот, эти три части. Здесь придется, придется шпаклевать, придется защищать, потому как, чтобы не было видно переходов. И так несколько раз. Ну, по крайней мере, сама крыша. Хоть одну деталью, не из двух частей, как уже у меня встречалось в моей недолгой модельной карьере. Так, едем дальше. Есть у нас два одинаковых литничка. Это у нас колеса. И вот, что хочу вам показать. Ой, сейчас, знаете, вот так положено. Что хочу показать. Видите, вот бампер. Он есть. А здесь, вот здесь вот такой штук. То есть, они два идентичных. А здесь бампера нет. То есть, он оторван. И, как бы, я, может, сразу и подрастроился, но спасибо упаковщику номер 3. Помните такого? В отдельный пакетик был положен вот этот бампер. То есть, он оторвался где-то у них. И этот упаковщик номер 3 положил такой пакетик. И переживает, чтобы у меня модель собралась. Вот он его сюда положил. Спасибо ему за это большое. Давид, там еще одна заморочка. И спасибо ему еще раз большое. Потому что на дне, в недрах, я нашел еще такое колесо. Которое, которое, ну, лишнее. То есть, все остальные колеса на месте. Оторванных колес нет. Это какой-то... Мне положили бампер. А в какую-то модель колесико это не попало. И последнее, что здесь есть. Это стеклышки. Стеклышки стандартные. Здесь раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Стекол и две фары. И вот такая вот декалька. С полосами и с номерными знатами. Ну, люди, которые собирали по форумам, пишут, что с этими полосами придется помучиться. То есть, для военной модели, для НКВДшной они нужны. Для гражданской они нужны. То есть, они гражданскую собирать легче в плане деколирования. Но мы будем собирать НКВДшную. Нас трудности не страшат. Будем клеить эти полосы. Вот такой вот наборчик нам предстоит собрать. Но, возможно, не сразу начну его строить. Какое-то время пройдет. Сами понимаете, новогодние праздники. Нужно красить елку. Какие-то корпоративы. То, сё. Нужно отдохнуть. Да не смешите меня, доктор. Короче, время сейчас на визолото. Поэтому обязательно будет сборка. Обязательно будет покраска. Но, может быть, график выходов моих роликов немного сместится. Уж простите меня за это. Значит, ну на этом все. Спасибо, что смотрели. Отдельное спасибо каналу Alex Ferrarist. Еще раз. Вот видели? Интеллигентный человек. Все. До следующих встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok